Ну вот надо разобрать фиктивное домашнее задание, которое последствует из одной задачи и двух, как сказать, замечаний, которые претворяются задачами. После этого я хочу перейти к евклидовым пространствам и полноценно поговорить про них. Так, давайте так, я надеюсь, что мы сейчас быстренько справимся, ну не больше 20 минут потратим на третью задачу, суммарно с первыми двумя. Значит, посмотрите, ну, да, я сейчас гряну, что там, потому что я же знаю, что все до последнего решали, но первый, о, Сергей, первый не сделал, забил, видимо, Беляков, а ты здесь? Нет его, видимо. А что так мало людей пришло? А, там РУЗ висит, но я вроде ссылку скинул. Значит, смотрите, вот первый вопрос, как с помощью... Да, говори, Игорь. Восстанавливать базис, который ходит. Ты что-то дико лагаешь. Видимо, он хотел спросить, как с помощью алгоритма Якови плюс плюс, ну там, матрицу восстанавливать. Окей, смотрите, да, давайте, ну, здесь, как бы, я могу предложить вот, какой вариант, ну, давайте, задача, у нас там была, значит, вот такая вот белинейная форма. И, значит, здесь можно сделать следующее. Я хочу сказать, что если я допишу единичную матрицу вот тут вот и применю улучшенную Якови, значит, когда я делаю со строками, то я применяю ко всему, а когда я делаю со столбцами, то только со столбцами, то тогда все, как бы, у меня сработает. Почему это так? Ну, потому что, смотрите, чем отличался улучшенный Якови от обычного метода симметричного Гаусса? Он отличался тем, что мы иногда пропускали, то есть мы делали симметричный Гаусс, но иногда пропускали шаги для столбцов. Вот когда мы делаем симметричного Гаусса, если мы с помощью симметричного, давайте, вот симметричный Гаусс, да, если я сделаю, то как работает симметричный Гаусс? он приведет мою матрицу к диагональному виду, при этом вот здесь запомнится матрица С, которую мы применили к столбцам. То есть если вот это была матрица А, то вот это будет матрица, которую мы применили к строкам, то есть как бы С на С транспонированы. То есть вот здесь единичная как раз и запомнится та матрица, на которую мы умножали слева. А когда мы делаем не симметричного Гаусса, а вот этого улучшенного Якоби, то отличие в том, что когда мы делаем здесь, мы вот этих пропускаем, а когда мы делаем вот такие действия, мы их делаем еще и для столбцов. То есть по сути мы, когда проделаем нужные действия с помощью улучшенного Якоби и приведем, мы приведем уже к верхнетреугольному виду, а не к диагональному. Но значит здесь накопится матрица, которая взялась из элементарных преобразований строк. И более того, эта матрица, значит, это будет как бы, она еще и будет к тому же, а ну нет, она не будет уже верхнетреугольной, потому что у нас есть красные шаги. Ну, в общем, как бы вот здесь мы накопим нужную матрицу С, которая также, ну, и смысл этой С, это будет вот та же самая С, что взялась вот отсюда. Вот, поэтому вот просто дописав справа дополнительную единичную матрицу и выполняя здесь улучшенную Якоби, мы найдем вот эту С. Вот, ну и, собственно, в замене здесь участвует как бы не С, а С транспонированный, поэтому эту матрицу надо будет просто транспонировать, и это будет как раз матрица перехода к новому байвису. Вот, и в ней по столбцам будут записаны, собственно, координаты нового байвиса относительно старого. Так как старый у нас был стандартный, то, соответственно, в столбцах матрицы С транспонированные у меня был просто записан новый байвис, в котором матрица будет диагональ. То есть тогда вот здесь вот, ой, если я запишу С транспонированное, это и будет новый байвис. Вот. Есть ли вопросы по тому, что сейчас было рассказано? Можно чуть-чуть прокомментировать, почему, ну, то есть это будет новый байвис, коротко. А, потому что, то есть, давай так, вот до вот этого синего замечания, вот верхнее, то, что было рассказано, это было понятно? Да, да, да. Ага, теперь смотри, вот почему. Потому что смотри, мы сделали что? Мы перешли как бы от матрицы, то есть с помощью этой матрицы С мы переходим от матрицы А к матрице А штрих, которая есть С на А на С транспонированное. Это вот берется из верхнего. Вот, но при смене базиса, то есть если мы переходим от байса Е к байсу Е штрих, который равен Е на какую-то матрицу D, то это то же самое, что тогда А штрих, это есть D транспонированное А на D. То есть вот эта матрица D с нашей найденной С, она связана так, что D это есть С транспонированное. А так как Е это стандартный байс, то когда мы рассматриваем Е на С транспонированное, то как бы на что? У нас единичная матрица на матрицу С транспонированное, есть С транспонированное, и значит здесь по столбцам и написаны наши байсные векторы. Да, да, окей. Спасибо. Вот, поэтому проще говоря, здесь вот по строкам написан новый байс тогда будет. Хорошо, еще может какие-нибудь вопросы? Так, тогда вторая вещь, вторая задача, сейчас что там было? Там нужно было, а, эквивалентны ли на С билинейные формы? Значит, ну и там, когда они симметричны, как я уже говорил в прошлый раз, надо просто проверить ранг, если ранг одинаковый, то они эквивалентны, если ранг разный, то они неэквивалентны. Это вся задача. Нужно ли мне хоть кому-нибудь искать больше? Хорошо, тогда давайте перейдем к интересной задаче. Смотрите, вот я вам рассказывал про билинейные формы, у которых есть геометрический смысл. Вот давайте возьмем билинейную форму на вещественном пространстве. Вот что означает, что у нее есть геометрический смысл? Ну вот для чего мы хотим как бы геометрический смысл? Вот у нас есть понятие ортогональности векторов. То есть если я возьму два вектора, то я скажу, что вектор У, В и У ортогональны, если у меня В и У по специально-билинейную форму дают ноль. Но если форма, например, несимметрична, то у меня могут быть В и У ортогональны, а У и В могут быть неортогональны. То есть так может быть, что В ортогональна У, но У не ортогональна В. И один из простых способов гарантировать, что такого безобразия не бывает, это потребовать, чтобы форма была симметрична. Теперь, почему это плохо? Это плохо тем, что если у формы бывает такая вещь, у меня нет корректного понятия ортогональности в векторах. У меня ортогональность зависит от порядка векторов. А я бы хотел ортогональность как свойство, что вектор либо ортогональный, либо не ортогональны, независимо от того, в каком порядке их брать. и как бы понятно что симметричные формы они удовлетворяют этому свойству что как бы ортогональность не зависит от порядка вот но вопрос а какие еще с формы обладают таким свойствам да и так вот что если например первое если первое если у меня бета симметрично то тогда у меня в ортогонально у тогда и только тогда когда у ортогонального другой случай когда форма косо симметрично но действительно у меня неважно в каком порядке я подставляю как бы 0 как бы знак сменится но равенство нулю как бы она не изменится это симметричный и косо симметричный случай так вот но тогда ну раз бывают такие тогда возникает вопрос давайте рассмотрим просто все такие формы армобилинейные что они доверяют следующему свойству что для любых векторов у и в бета у в равно нулю тогда и только тогда когда бета от в у равно нулю и и тогда это ровно те формы для которых геометрически имеет смысл понятие ортогональности векторов то есть это корректное геометрическое понятие так вот говорит следующее что оказывается что если вот такой выполняется то обязательно либо бета симметрично либо бета косо симметрично в этом смысле получается что вот с геометрической точки зрения осмысленных форм кроме симметричных и косо симметричных никаких не бывает другим то есть это как бы задача она объясняет почему симметричный кост симметричной формы пользуются такой популярности вот это было некоторое такое объяснение почему задача интересна вот если вопросы по объяснению нужно время что-то прокомментировать хорошо теперь давайте расскажу какая задача решается она будет решаться в два шага шаг 1 я сначала расскажу глобальный план решения а потом уже каждый шаг пройдемся я хочу показать что найдется базис то есть я буду сейчас выбирать хороший базис такой что в этом базисе я мою форму могу записать в следующем виде она будет блочно-диагональная что-то у меня получилось не сильно на квадраты похоже она будет блочно-диагональная из двух блоков а и b где блок а будет симметричный а блок б будет косо симметричный это первое что я покажу что вот пользуясь вот этим условием которое мне дано что вот ортогональность не зависит от порядка я покажу что сначала можно выбрать вот такой базис что на вас смесь симметричный косо симметричный а шаг 2 будет следующий что я покажу что если вот такое выполнено и при этом но бета от в у равно нулю тогда и только тогда когда бета от у в равно нулю то обязательно следует что либо а равно нулю либо б равно нулю вот это общий план то есть сначала в каком-то боится записать матрицу в таком виде а потом значит уже показать ну что один из этих блоков нулевой и тогда это докажет задачу вот кто есть вопросы по плану теперь кто понимает что действительно задача доказано будет если эти два шага сделок другой возможно сейчас можно еще раз все таки смотрите что я собираюсь сделать я покажу что вот что у меня что мне сказано у меня дана били нейная форма у которой выполнено вот это свойство и я хочу пока что либо симметрично либо косо симметрично смотрите то есть у меня а есть только вот это я сделал так я сначала покажу что если есть такое свойство то я могу найти базе что в нем матрица иметь такой вид где а симметрично а б косо симметрично то есть они могут быть пустыми то есть может быть что все занимает место б или все занимает место а вот но как бы в общем виде я Я обязательно могу привести к такому виду, где асимметричная матрица, АБ кососимметричная в каком-то байсе. Это будет первый шаг. А потом, пользуясь опять этим же свойством, я покажу, что в таких условиях у меня либо матрица А нулевая, либо матрица Б нулевая. Что они одновременно ненулевыми быть не могут. И тогда это покажет, что у меня вся матрица устроена как? Это либо А0,0,0 и она симметрична, либо 0,0,0,0 и она кососимметрична. При этом, может быть, вот этого блока не быть, то есть у меня вся А на Б, либо она вся А. Вот теперь план. Есть ли вопросы по плану? Кто считает, что он понял план, который был озвучен? Окей, хорошо. Так, теперь смотрите, давайте покажем, как делать первое. Шаг номер один. Давайте заметим вот какую вещь. Давайте сделаем так. Давайте посмотрим на вот что. Давайте посмотрим B от VV, на квадратичную форму, maybe линейную форму. У меня есть два варианта. Либо это 0 для любого вектора V, либо это не 0 для какого-то вектора V. Значит, давайте сделаем так. Давайте рассмотрим сначала второй случай. Если у меня найдется вектор, для которого это не 0, тогда я могу сделать так. Давайте возьмем мой вектор V в качестве первого байсного вектора. А, значит, точнее не так. Ну вот у меня… Сейчас я правильно скажу. А, окей. Значит, да, давайте возьмем в качестве E1 вектор V. После чего, смотрите, давайте посмотрим на вот такую линейную функцию. Это будет линейная функция, правильно? Причем она не равна тождественному нулю, потому что при подстановке вместо X, V получается не 0. Значит, ее ядро – это будет N минус одномерное пространство. Давайте возьмем в качестве E2, E, N – это базис ее ядра. То есть это означает, что я просто беру линейно независимые векторы, такие, что β от V E и T равно 0. Значит, а вот этот вектор, он, соответственно, не лежит в ядре этой линейной функции, поэтому набор векторов, которые я построил, E1, E2 и так далее, E, N – это будет базис для пространства V. Кто понял, как я построил базис? То есть мы берем какой-то вектор такой, что β V не равно 0, если он есть, и дальше, так сказать, выстраиваем таким образом. Дальше, по сути, я беру так. Я беру в качестве E1 сам вектор V, а E2, E, N – это линейно независимые векторы, которые как бы справа ортогональны нашему вектору E1. То есть, по сути, я вот эти выбираю из условия, что β от V на E и T равно 0 для E от 2 до N. Но чтобы это сделать как-то более аккуратно, я ввел формальную функцию, чтобы объяснить, почему я могу найти нужное количество векторов. Вот сейчас было понятно или не очень? Да. Ну, еще раз можно столько векторов найти. Почему столько векторов? Почему N-1? Ну, да. Потому что, смотрите, вот давайте я посмотрю вот такую штуку, β от Vx. То есть V зафиксирую, а правый аргумент оставлю свободным. Так как это билинейная функция по X, она линейная. Это просто линейная функция. Это не нулевая линейная функция. А у ненулевой линейной функции ядро N-1 подпространство. Ну, потому что оно задается... А, понял, да, понял, понял. Вот, поэтому я могу как бы вот такую штуку сделать. То есть, если по-простому, то давайте я вот в координатах, если вам сложно, то в координатах я сделал следующее. То есть, я сначала могу взять какой-то базис, тогда моя билинейная форма, она представляется вот в таком вот виде. Это в каком-то базисе. Дальше я как бы смотрю на вот такое выражение и нашел вектор V, значит, для которого эта штука не ноль. После чего я сказал следующее. И я сказал, что E1 – это будет мое V. А дальше E2 и так далее, E, N – это будет ФСР для вот такой системы. V транспонированная BY равно нулю. То есть, так как у меня V – ненулевой вектор, точнее, так как у меня V транспонированная умножить на B – это ненулевая строка, потому что вот отсюда следует, что вот если я скобки вот так расставлю, то вот это у меня ненулевая строка. То, значит, это ненулевая система, у нее будет N-1 вектор. Вот это в координатах, что произошло. А почему у нас E1 будет… Ну, понятно, что вот E2, E, N – это базис, поэтому они линейные независимы. А почему E1 будет линейно-независимым? Ну, вместе с этой… Окей, я понял. Значит, смотри. Это легко показать в термах функций. То есть у меня на самом деле вот такая картинка такая, что вот у меня есть ядро для линейной функции βv что-то. Вот. И, значит, векторы E2, E, N – они лежат вот здесь. А вектор E1, он лежит вне ядра. Он как бы поэтому линейный независим с ними. Но формально это доказывается так. Если ты берешь линейную комбинацию, равняешь ее к нулю, давай применим к этой линейной комбинации нашу вот эту функцию. Тогда у нас получится что? лямбда 1 бета от vv – это во что перейдет вот эта штука, плюс, а все остальное перейдет в ноль. То есть это я применил вот эту функцию. А вот эта штука у меня была не ноль, поэтому коэффициент лямбда 1 должен быть ноль. Поэтому у меня, значит, раз коэффициент лямбда 1 – ноль, значит, вот этого нет. Остается линейная комбинация оставшихся. Вот сейчас удалось проследить? Да, да, спасибо. Хорошо. Тогда смотрите. Итак, вот еще раз тогда давайте резюмирую, что произошло. То есть мы сейчас делаем шаг 1. Я говорю так. Я рассматриваю вот такую дрянь, бета от vv, и рассматриваю случай, когда нашелся вектор, что бета от vv не равно нулю. Тогда я вектор v выбираю в качестве базисного и, значит, дальше еще выбираю n-1 линейный независимый ортогональный справа к нему вектор. Вот такой вот. Теперь давайте вот в этом базисе рассмотрим, значит, матрицу мебель-лининой формы. Какой она получилась? Смотрите, что тогда получится в биосе e1, e, n? Ну вот у меня что здесь должно стоять? Вот тут должно стоять бета от e1, e1. Ну, это будет бета от vv. Это какое-то ненулевое число, вообще говоря. Теперь, что должно стоять вот тут? Тут должно стоять бета от e1 на e, e, t, где i от 2 до n. Здесь будут стоять нули, потому что мы так выбрали e, и ты, чтобы они вот как раз при подстановке вправо давали ноль с моим вектором v. Но теперь из свойств нашей формы, из-за того, что бета e1, e, t равно нулю, то отсюда это выполняется тогда и только тогда, когда бета от e, e, t, e1 равно нулю. Это свойства формы по условию. А отсюда следует, что у меня вот здесь будут нули. А здесь остается какая-то матрица b', которая уже на подпространстве, натянутом на e2 и так далее, e, n. То есть, b', это матрица на подпространстве, натянутом на e2 и так далее, e, n. То есть, я сейчас смог выбрать базис так, что у меня получилась вот такая штуковина. Теперь, смотрите, я возьму в качестве подпространства u, действительно подпространство, натянутое на e2 и так далее, e, n, и ограничу свою форму на вот это подпространство. Тогда вот эта форма обладает теми же самыми свойствами. Для нее ортогональность в одном порядке равна ортогональность… Ну, как бы, если в одном порядке v на u равняется нулю, то и в другом порядке v на u равняется нулю. И наоборот. Потому что, ну, если это свойство выполнено для всех векторов во всем пространстве, то и на подпространстве это будет выполняться. Поэтому, как бы, дальше я перехожу к вот такому подпространству и такой билинерной форме, и, как бы, это означает, что я буду дальше пытаться приводить к нужному виду вот эту подматрицу. Но после этого шага, смотрите, что я выделил. Я выделил вот здесь диагональный элемент и, значит, что-то. Вот давайте так. Кто считает, что он смог уследить за тем, что здесь произошло, как я посчитал матрицу? Есть ли у кого-то вопросы? Хорошо. Тогда смотрите, что, по сути, я в итоге делаю. В итоге я рассматриваю вот бета от v, но на этом подпространстве. И опять, у меня два варианта. Либо находится вектор, который не ноль, либо все нулевые. Если находится, который не ноль, я вот в этой бета-штрик также выделяю диагональный элемент. В итоге у меня происходит такая процедура. Я выбираю базисы следующим образом. Я сначала выделил здесь какой-то элемент, тут b1. Потом, после следующего шага, я выделил два диагональных элемента. Тут какая-то b2. И так далее. И после какого-то момента у меня произойдет следующее, что я выделю сколько-то диагональных элементов. А тут будет какая-то матрица bk. Она будет натянута, ну, вот, ek плюс 1en. Вот. Значит, и у меня будет верно следующее, что уже, если я рассмотрю бета, ограниченную на ek плюс 1 и так далее, en, ну, давайте я бета-штрих я назову, чтобы не таскать ее название, то тогда у меня получится, что бета-штрих от vv равно нулю для любого v из вот этой линейной оболочки. То есть у меня алгоритм остановится, когда произойдет вот такая вещь. Но я хочу сказать, что тогда это означает, что бета-штрих является кососимметричным. Давайте покажем, что если для какой-то билинейной формы бета от xx равно нулю, то тогда это то же самое, что она кососимметрична. Действительно. Ну, это над r. Смотрите, если бета от xx равно нулю для любого x из v, тогда и только тогда, когда бета от xy равняется минус бета от yx для любых x и y из v. Но смотрите, вот это вот вспомогательное замечание, которое я хочу показать. Если я его покажу, тогда это будет означать, что вот эта форма кососимметричная, а вот эта – это ее матрица вот в этом базисе. Тогда это будет означать, что просто вот эта матрица, она кососимметричная. И это докажет шаг 1, потому что у меня вот здесь выделено диагональное, причем она даже не вырожденная, а здесь кососимметричная матрица. Это по модулю вот этого шага. Я его сейчас объясню, но вот давайте так вот. Есть ли вопросы по модулю вот этого пропущенного пока что шага в объяснении того, как я сделал шаг 1? Вот смотри, вот мы взяли базис E1 и так далее EN на первом самым шагу. Да. Когда выделили верхний момент, потом у нас остался E2 и EN. Потом мы будем производить какие-то действия, и не очень понятно, почему у нас те же самые вектора останутся. Нет, вектора не те же самые останутся. Тут как бы вот эти вектора, это будут совсем другие какие-то E1. Это просто обозначения такие. Да, это просто обозначения, чтобы не вводить миллион новых букв. Да, я просто неаккуратно сказал, что здесь я имел в виду EK плюс 1 EN уже на последнем шаге после того, как мы сменили базис. Здесь какой-то новый E1 EN базис, и вот в нем последние N минус кайберу. Еще, может быть, вопросы? Хорошо. Тогда смотрите, теперь вот что делаем. Теперь смотрим на это утверждение. Давайте поясним, почему это так. Посмотрите, справа налево, понятно, если вместо X и Y подставлю одно и то же, у меня получится β от XX равняется минус β от XX. Это возможно лишь, когда β от XX равно 0. Поэтому справа налево это окей. А слева направо делается так. Раз это верно для любого X, то я в частности могу рассмотреть X плюс Y, X плюс Y в качестве первого аргумента. И если я это раскрою, то у меня будет вот такое выражение. И смотрите, у меня получается, что вот это равно 0, вот это равно 0, и вот это равно 0. И остается сумма вот такая, что она равна 0. А это означает, что если я перенесу одну в другую сторону от равенства, то получится то, что надо. При этом вот в сторону в эту, это работает для любого поля F. А в эту сторону мы воспользуемся тем, что 2 не равно 0. Потому что там, когда вот я в правую часть подставляю вместо Y X, то у меня и переношу все налево, у меня получается 2 умножить на β от XX равно 0. И мне нужно на 2 сократить. Поэтому вот как бы, но в случае, когда 2 не равно 0, это одно и то же. А у нас в поле вещественных чисел то, что тут уж точно 2 не равно 0. И поэтому мы доказали шаг 1. Есть ли какие-то вопросы по шагу 1? Нужно ли мне что-то еще раз повторить, пробежаться по нему или что-то пояснить? Хорошо, давайте тогда я просто напомню. После шага 1 мы показали, что я в каком-то байсе представляюсь в таком виде. Симметричный и космосимметричный кусок. Теперь давайте покажем, что на самом деле у меня может быть только один из этих двух кусков. Не может… А, давайте я наверх поднимусь, а то что-то я тут уже сильно убежал вниз. Давайте я покажу вот какую штуковину, что на самом деле… Теперь шаг 2. Значит, теперь я знаю, что моя матрица билейной формы имеет следующий вид, где А симметричная, АВ кососимметричная. Тогда сделаем вот какую штуковину. Да, я знаю, что бета от ВУ равно нулю, тогда и только тогда, когда бета от УВ равно нулю. Смотрите, давайте сделаем следующее. Давайте я вектор В могу тогда нарезать на две части, В1 и В2, ну так, чтобы вот согласованно с размером. И вектор У могу порезать на две части, на У1 и У2. Тогда бета от ВУ превращается во что? Это будет В1 транспонированное АВ1 плюс… Ой, АУ1. Плюс, значит, В2 транспонированное В на У2. И в итоге вот это условие, которое у меня здесь написано, оно записывается так, что В1 транспонированное АУ1 плюс В2 транспонированное ВУ2 равно нулю. Тогда и только тогда, когда у меня, значит, У1 транспонированное АВ1 плюс У2 транспонированное В2 равно нулю. Вот на этом этапе. Есть ли у кого-то вопросы, что произошло? То есть пока, может быть, непонятно, для чего это нужно, но я вот хочу переписать как бы вот в блочном виде. То есть я просто все нарезал на блоки. То есть я векторар нарезал на блоки, матрица у меня блочная. Теперь я хочу за этим следить. Ну теперь смотрите. В АУ это просто… В АУ это просто рандомные вектора. Да, я просто разрезал рандомные вектора, чтобы с блочной структурой моя матрица согласовать. И записал вот так вот в блочном виде, разбил на части. Но теперь, когда разбил на части, смотрите, давайте применим, вот здесь просто транспонируем вот это равенство. Это же, как сказать, ну это же числа. Тогда я хочу сказать, что то, что здесь написано, это будет У1 транспонированное А на В1. А здесь будет минус У2 транспонированное Б на В2, равное 0. И наоборот, если я транспонирую обратно, я получаю опять исходное выражение. Да. Потому что Б косо-симметричное, а А была симметричная. Поэтому вот эти два выражения, они эквивалентны. И вот эти верхние два выражения, они эквивалентны. Но смотрите, если я теперь возьму, то есть когда у меня есть вот это одно, у меня автоматически есть и вот эти два. А когда есть эти два, я их могу сложить и поделить, и вычесть, и поделить. Получается, что у меня из вот этого одного выражения следует, что В1 транспонированное АУ1 равно 0 и В2 транспонированное БУ2 равно 0. А утверждение в обратную сторону, оно тоже верное. Это понятно. То есть смотрите, в итоге я показал следующее, что если форма бета обладает нужными свойствами, то вот такое уравнение эквивалентно вот таким двум уравнениям. Вот кто понял сейчас то, что произошло, доказательства? Можешь еще раз, пожалуйста, повторить эту эквивалентность? Значит, давайте я сейчас сначала сделаю вот что. Я сделаю вот как. Я возьму вот это и размещу его вот здесь. Я хочу сказать, что я показал, что вот это и вот это оно эквивалентно. Что? Давайте только вот это что-то надо удалить. Значит, здесь надо. То есть я хочу сказать, что вот это условие тогда, значит, если выполнено для каких-то В1, У1, В2, У2, то тогда оно выполнено тогда и только тогда, когда выполнено справа условие вот такое. То есть вот эта сумма равна нулю, тогда и только тогда, когда у нее каждая слагаемая равна нулю. Вот что как бы здесь утверждается. Это то, что утверждается. Почему это так? Смотрите, если это равно нулю, то тогда давайте применим транспонирование, ну просто переставим аргументы. Тогда получается вот это выражение обращается вот в такое выражение. Здесь, когда я меняю аргументы из-за симметричности А, ничего не меняется. А здесь, когда я меняю аргументы из кососимметричности b, у меня появляется минус. Поэтому если есть такое уравнение, то есть и такое уравнение. Кроме того, из-за свойств нашей формы по условию, если есть такое уравнение, то есть у меня есть разница нулю, то у меня есть разница нулю, когда я одновременно у и в местами переставлю. То есть у меня вот такая вот вещь. То есть когда я вот сюда у и в другом порядке подставлю. Поэтому если есть вот это, то есть вот такое и вот такое уравнение. Теперь, когда я их сложу, то у меня вот эти части сократятся и останется два вот таких выражения. А когда я их вычту, то у меня первые части сократятся и останется два вот таких выражения. Поэтому я вижу, что если у меня вот это было равно нулю, то у меня и вот такие выражения равно нулю. Каждое из слагаемых равно нулю. Вот сейчас получилось проследить? а если кто-то у кого не получилось нужно повторить или пояснить хорошо вот а в обратную сторону очевидно что если каждое слагаемое равно нулю то у меня вот эта штука ровно поэтому смотрите сейчас нужно вот что сделать моя задача как то есть соответственно мне сейчас нужно показать что либо а либо b равно нулю поэтому моя задача пока следующее что если а и b не равны нулю то мне достаточно предъявить v1 v2 u1 u2 такие что левая часть верна а правая часть неверно и вот это это левая часть это это правая часть то есть если я пользуюсь предположением что а и b не нулевые матрицы вам предъявлю сейчас четыре вектора так что левая часть верна а правая нет то это будет означать что они не могут одновременно быть ненулевыми поэтому отсюда будет следовать что либо а равна нулю либо b равна нулю и это докажет шаг 2 вот если на этом этапе вопросы потому что я собираюсь сделать найдем четыре таких вектора которые будут противоречить до этой эквивалентности вот хорошо смотрите как тогда мы это делаем смотрите у меня из-за того что b не равна нулю и она косо симметрично да то это значит что вот такая форма но она не равна тождественную нулю то есть а значит существуют векторы в 2 и у 2 такие что в 2 транспонированная b2 у 2 у меня будет какое-то число значит лямбда причем не нулевое окей а точнее давайте не так я начну я я пардон я хочу в другую сторону пойти я начну с а смотрите значит если у меня а не нулевая то у меня значит как сказать у меня форма рма x транспонированная а x это а y это не нулевая белине это не нулевая симметричная форма то есть вот это бета это не равны тождественную симметричная форма тогда x транспонированный а x это ее квадратичная форма и если 7 3 а так как у нас есть объекция между симметричными и квадратичными формами то раз симметричная белинейная форма была не ноль то и квадратичная форма тоже не равняется тождественную значит у меня существует вектор значит ой а зачем я делаю пардон мне не нужно про квадратичную форму я я баклан можно было сразу то есть у меня просто у меня просто существует два вектора в 1 и и у 1 значит и ну там такие что значит в один транспонированная а у 1 не равняется нулю то есть это равняется какой-то лямбда это не равняется нулю все вот так я что-то я начал дичь городить мне это дичь не нужно хорошо теперь давайте сделаем так если у меня бы не равно нулю то аналогично x транспонированная by это не нулевая билинейная форма видишь не симметричность ничего не надо то у меня обязательно существует два вектора у 2 и и в 2 такие что в 2 транспонированная b у 2 равняется мю и это не равно нулю но смотрите теперь мне что нужно сделать мне нужно сделать так чтобы сумма этих двух векторов сумма этих двух выражений было ноль давайте я сделаю следующее я возьму и скажем вектор у 2 поделю добавлю коэффициент и вектор у 2 сменен на такой я возьму минус лямбда делить нами у 2 вот такой вектор то есть если я значит поделил вот это выражение нами и умножено минус лямбда то у меня получится что в 2 транспонированная b а здесь будет минус лямбда нами у 2 равняется минус лямбда и вот это будет мои новые два штрих тогда у меня смотрите что получилось что в один транспонированная а у 1 прибавить в 2 транспонированная b удва штрих равно нулю но при этом в один транспонированный a o 1 равняется лямбда это миноль а в 2 транспонированная b у 2 штрих равняться минус лямбда это тоже минус это и есть то самое противоречие которое не искал это доказывает то что кто сумел уследить так давайте тогда я еще раз просто повторю видимо что произошло значит то есть у меня есть две ненулевые две вот такие вот формы одна с помощью матрица другой с матрицей b и мне надо показать что если а или b не 0 то у меня не может быть выполнена такой эквивалентности и здесь кстати не симметричность уже кососимметричность не важно симметричность и кососимметричность важно было чтобы установить что такая эквивалентность должна быть а теперь это просто правило про форму что такого если есть две ненулевые формы то всегда так можно подобрать векторы что обе они дают не нулевое значение в сумме они дают 0 ну и как я сделал я просто подобрал сначала два вектора на которых первое не 0 и два вектора которых 2 не 0 они сначала приняли какие-то значения одно лямбда другое бета и пока что еще и сумма их вообще-то говоря не 0 но подправив один вектор у 2 я могу добиться чтобы второе выражение принимала минус значение первого выражения вот это ровно я вот здесь вот и сделал и тогда значит у меня получилось что сумма их 0 а каждый из них не ног вот и все вот кто считает что он понял что произошло то здесь офиска вот в чем что смотрите как бы что вот это эта функция которой число значение эта функция которая примет числовые значения и как как это числовые значения, то чтобы получился ноль, мне не нужно, чтобы каждая функция принимала нулевое значение. Мне нужно, чтобы просто функции принимали противоположные по знаку числовые значения. И я это очень легко могу сделать. Достаточно сделать так, чтобы каждая функция принимала не нулевое значение, а потом с помощью коэффициентов подогнать. Поэтому это как бы неудивительно, что в этом случае получилась вот такая дребедень. Фух, отлично, мы потратили вместо 20-40 минут, но я надеюсь, что 40 минут на оставшуюся часть мне хватит. Давайте так, вот кто считает, что он понял от начала до конца доказательств? О, такие есть. Так, вот там Егор, по-моему, Егоров в прошлый раз решил эту задачу. Ты можешь прокомментировать? Ты как-то так делал? И совсем по-другому. А, окей, я понял. Я понял, то есть баг нашелся. Все, хорошо. Вот, я просто думал, мало ли вдруг смог найти что-то интересное. Я потому что вот это пока что самое лучшее, что я могу придумать в этой задаче. Я пока не знаю, как это рассказать лучше. Может быть, это, я надеюсь, что-то можно рассказать лучше. И если кто-то придумает, это было бы круто. Вот, я был в надежде, что ты сможешь меня порадовать. Ну ладно, в следующий раз. Видимо, в следующий раз. Хорошо, давайте тогда сделаем следующую вещь. Поговорим про новый материал. Значит, это скалярные произведения и евклидовое пространство. Так, я сейчас на всякий случай тоже открою, значит, до чего там успел дойти вам Рома, чтобы обозреть степень свалившихся проблем. Ага, он уже до объемов успел дойти, но ничего, нормально. Ну, сейчас все успеваем поделать все, что нам надо. Так, значит, смотрите, то есть, по сути, я сейчас хочу покрыть материалы предыдущей лекции и конца предпредыдущей лекции, потому что там было много всяких мелочей. И больше я хочу поговорить про некоторую философию. На самом деле, и даже будет материал начала последней лекции. Наверное, до объемов все, что было сказано, я сейчас проговорю. Смотрите, вот для чего вообще, как бы, дайте для начала напомню определение скалярного произведения. Если В – это векторное пространство над Р, то есть это определение дается только для векторных пространств над Р. Есть его некоторая модификация над С, но вы не проходите нужный материал, там билинейных форм недостаточно, там нужно рассмотреть полуторалинейные формы. Вот, теперь смотрите, есть векторное пространство над Р, и, значит, пусть у меня есть некоторая билинейная форма. Вот она обозначается просто круглыми скобками, то есть пара векторов В и У идет в В, У. То есть слева скобки с запятой означают кортеж, просто элемент Декарта принято справа, скобки – это имя моей билинейной формы. Вот такое замечательное обозначение. Есть еще другие обозначения, когда вот пишут вот так или когда пишут вот так. Это все любят физики, которые особенно квантовыми вещами занимаются, они любят угловые скобки. Значит, так вот, билинейная форма называется скалярным произведением, то есть эта штука называется скалярным произведением. Если выполнены две вещи, первое, она симметрична, второе, она положительно определена. На всякий случай скажу, симметричность означает, что неважно, в каком порядке мы подставляем аргументы, а положительно определенность означает, что В на В строго больше нуля для любого ненулевого вектора В. Вот это положительно определенность. Теперь мы знаем, что форма положительно определена тогда и только тогда, когда у нее в сигнатуре одни единички. То есть мы знаем, что наша форма положительно определена тогда и только тогда, когда у нас количество единиц есть n, количество минус единиц есть 0 и количество нулей есть 0. Это означает, что тогда и только тогда, когда существует базис E1En, такой базис, что в этом базисе матрица нашей формы билинейной. Это просто единичная матрица. Это как бы просто следует из сигнатуры. То есть мы знаем, что она обязательно диагонализуется, и на диагонали стоят единички минус единички и нули. Но из-за того, что она положительно определена, на диагонали могут стоять только единички, нулей минус единичек не будет. Поэтому любой базис, в котором матрица скалярного произведения диагонализуется, там будут стоять положительные числа. Хорошо. Теперь смотрите, какая вещь. Когда у нас есть скалярное произведение, то мы можем ввести понятие углов и расстояний. Давайте сделаем так. Я сначала введу эти углы и расстояние чисто формально, а потом поясню, почему это все действительно должно работать и как про это правильно думать. Значит, углы и расстояние. Значит, сначала формальная часть, а потом будет концептуальное убийство мозга. Значит, смотрите, формальная вещь такая. Смотрите, вот если у меня есть какой-то… Да, значит, мы делаем следующее. Мы говорим, что вот если я теперь на векторном пространстве зафиксировал скалярное произведение, то вот такая пара называется евклидовым пространством. Вот. То есть евклидовое пространство – это просто пара векторное пространство и скалярное произведение. Как только у нас есть скалярное произведение, мы можем ввести углы и расстояние по следующему правилу. Если есть какой-то вектор v, то мы можем взять v скалярно на v и потом извлечь корень. И тогда вот это число мы будем называть длиной вектор. Это просто длина. И вот здесь видно, для чего нам нужно понятие положительной определенности. Потому что нам нужно, чтобы мы могли извлечь корень из любого скалярного произведения v на v. То есть эта штука просто формально не работает, если мы хотим определить понятие длины. У нас просто иначе получится корень из отрицательного числа, а это непонятно, что значит. Вот. Хорошо. И после этого мы говорим, окей, но если у нас есть два вектора u и v из пространства v, то тогда мы можем рассмотреть выражение v скалярно на u. Мы можем доказать, что по модулю эта штука не превосходит вот такой вещи. Это называется неравенство Кашибуниковского или неравенство Кашибуниковского-Шварца. По-английски просто Каши-Шварца или просто Каши-Буниковского, там никто не знает. Это уже наша отечественная производительная разработка. Значит, и раз вот такая штуковина выполняется, и более того, мы знаем, что равенство здесь достигается тогда и только, при этом равенство тогда и только тогда, когда v и u лежат на одной прямой. То есть они могут быть оба нулевые, они тоже тогда в этом случае лежат на одной прямой. То в этом случае, если мы рассмотрим вот такое выражение, v скалярно на u поделить на модуль v и модуль u, то оно обязательно по модулю будет не превосходить единицу, и значит, оно представляется в виде косинуса от какого-то числа альфа. Просто потому что оно, как это выражение, оно от минус единицы до единицы. И тогда вот этот угол, это и есть угол между векторами u и v. Вот это формальная последовательность действия, которая говорит, как нужно ввести понятие длин и углов в евклидовом пространстве между векторами. И более того, внутри этой конструкции нам требуется доказать вот это неравенство, для того чтобы показать, что понятие угла корректно. Но это ввело лишь просто какие-то числа. То есть мы с вектором связали число, которое мы назвали длиной, и оно хотя бы положительно, слава богу. А не какая-то чушь получилась. И для двух векторов мы ввели какой-то странный угол, который тоже пока что непонятно, что означает, и вообще какого хрена он себя должен вести, как какой-то нормальный угол. Дальше, если идти по вот такому пути формальному, нам нужно доказывать миллиарды разных корректностей, почему действительно вся наша геометрическая интуиция согласовывается с тем, что мы здесь делаем, почему там вот, например, длина удовлетворяет неравенство треугольника, почему там вот там еще что-то, там еще что-то, еще, еще, еще. И, в общем, начинается куча головоломок. Вместо этого я предлагаю пойти другим путем. Вот это то, что было рассказано на лекции. Вот так я как бы поясняю. Я сейчас хочу пойти немножко другим путем. Я хочу вам показать мега-супер-хак для эвклидовых пространств, которые вам позволят многие вещи делать устно. И это будет при этом строго. Но прежде чем двигаться к мега-супер-хаку, есть ли вопросы по тому, что было рассказано здесь? Хорошо, теперь мега-супер-хак. Смотрите, давайте рассмотрим одно эвклидовое пространство. Что это значит? Значит, у нас есть векторное пространство вещественное, и на нем есть скалярное произведение. Давайте я вот так вот букву В подпишу, что это скалярное произведение на В. Давайте рассмотрим другое эвклидовое пространство. Это значит, что еще одно пространство с каким-то скалярным произведением на нем. Теперь вопрос. Что значит, что они одинаковые? Вот как сравнить два эвклидовых пространства? Что значит, что это одно и то же? Просто я взял и сделал какую-то копию, которая просто рядом лежит и по-другому задана. Зачем этот вопрос я задаю? Этот вопрос нужен вот для чего. Если два пространства и вклидовых одинаковые, это значит, что изучать левое – это то же самое, что изучать правое. Любые законы, которые сформулированы в левом, будут вести себя точно так же, как законы, которые сформулированы вправо. И это будет суть хака. Но давайте для начала ответим на вопрос, когда мы будем считать два пространства одинаковыми. Ну, смотрите, что я хочу по этому поводу сказать. Если я хочу, чтобы эти пространства были одинаковые, то, во-первых, я хочу, чтобы В и У были одинаковые. А что значит, что В и У одинаковые? Это значит, что они должны быть изоморфными. То есть у меня должен найтись изоморфизм между ними. И как про это надо думать? Про это надо думать так, что вот есть пространство В, есть пространство У. Если вот у вас были какие-то векторы здесь, то изоморфизм – он просто такое переименовывание. Он говорит, что товарищи, которые были тут, они соответствуют товарищам вот здесь. То есть если ваши векторы V и U, они соответствуют векторам φV и φU. Так вот, я хочу, чтобы при этом отождествлении левое скалярное произведение превращалось в правое скалярное произведение. Что это значит? Это значит, что если я возьму векторы V и U скалярно перемножу в смысле скалярного произведения на пространстве V, то есть это должно быть то же самое, что я перемножу φV и φU в смысле скалярного произведения U. То есть неважно, я их скалярно перемножил до применения изоморфизма или после, результат должен быть один и тот же. Так вот, если у меня найдется изоморфизм, который вот в таком смысле сохраняет скалярное произведение, то есть одно скалярное произведение превращается в другое, то тогда я буду считать, что эти два евклидовых пространства одинаковые. Но действительно, тогда смотрите, почему это надо понимать их одинаковыми, потому что что я сделал? Представьте, вот здесь имена для ваших векторов и здесь имена для ваших векторов. φ – это переименование, оно просто говорит, что вот эти векторы – это те же самые, что вот тут. И это все согласовано со структурой векторного пространства переименования. А вот эта штука говорит, что это еще и согласовано со скалярным произведением. То есть это означает, что все свойства этих двух векторов, которые вы можете сформулировать с помощью скалярных произведений, они такие же, как свойства этих двух векторов, которые вы можете сформулировать с помощью скалярного произведения. Потому что, видите, у вас скалярное произведение одинаковое. то есть более того это вот это 2 должен управиться для любых у и в поэтому если вы возьмете какое-то свойство слева сформулированы в терминах каких-то векторов это будет свойство верно тогда и только тогда когда она будет верно справа сформулирована тем же самым образом когда вы просто замените именно вот этих векторов на именно вот этих а скалярное произведение левого пространства скалярное произведение права то есть в этом смысле если действительно будут два абсолютно одинаковых векторных пространств, которые вы не отличите. Вот это концепция изоморфизма между ювклидовыми пространствами. Есть ли по ней вопросы? У меня вопрос небольшой. Там случайно не пропущен изоморфизм во второй строке этой системы. Вот здесь вот? Да, то есть там раз не надо в ювклидовыми пространствами. Это равенство чисел. В каверном векторе по двум векторам дают число. И здесь по двум векторам дают число. А, все. Да, извините, перепутал. Эти штуки – это числа. То есть я хочу сказать, что наличие изоморфизма, которое сохраняет это скаляное пространство, это есть изоморфизм ювклидовых пространств. Я сейчас попытался объяснить, как его правильно понимать философски, чтобы действительно получиться одно и то же. Изучать то, что слева, или то, что справа, будет одно и то же. Я могу заменить левую ювклидовую пространство на правую, и у меня ничего не изменится. Надо только соответствующие вектора заменить на соответствующие вектора. Теперь смотрите следующая вещь. Когда два евклидовых пространства изоморфны? Если у меня есть одно евклидовое пространство, то оно изоморфно другому евклидового пространству. Тогда и только тогда, когда у них одинаковая размерность. Вот это первое чудо, что оказывается, если у вас есть евклидовое пространство, то для их изоморфизма достаточно, чтобы была одноразмерность. Смотрите, как это делается. То есть добавление скалярного произведения не делает более богатым вашу структуру. Если векторное пространство одинаковое, тогда и только тогда, когда у них размерность одинаковая. Но векторное пространство скалярным произведением тоже остается одинаковым всегда, когда у них одинаковая размерность. То есть добавление скалярного произведения не перестает их различать. И смотрите, как это делается. Чтобы построить изоморфизм между двумя векторами пространства, Мне нужно взять какие-то базисные вектора, то есть если я хочу построить изоморфизм отсюда сюда, то мне, например, достаточно выбрать базис слева и отправить его куда-то вправо. Давайте сделаю так. Я знаю, что у меня существует базис Е1, ЕН в пространстве В такой, что матрица моего скалярного произведения будет единичная. То есть у меня ЕИТ на ЕЖИТ это будет 1, когда И равно Ж, и 0, когда И не равно Ж. Но аналогично в У у меня существует базис Ф1, ФН, оно той же размерности, такое, что матрица его скалярного произведения тоже будет единичная. То есть скалярное произведение ФИТ на ФЖТ относительно скалярного произведения У будет единичка, когда И равно Ж, и 0, и когда И не равно Ж. Тогда давайте возьмем и рассмотрим линейное отображение, которое вот эти базисные вектора отправляет в соответствующие вот эти базисные вектора. То есть такое ФИ, что ЕИТ переходит в ФЖТ. Но тогда мы видим, что у нас сохраняются скалярные произведения для базисных векторов. То есть ЕИТ скалярно на ЕЖТ по действиям В это то же самое, что ФИ ЕИТ в У. Ну и дальше распространив по линейности это свойство, мы видим, что тогда верно для любых векторов В и У верно вот это вот свойство. То есть таким образом, просто отправив один вот такой вот хороший базис в другой такой хороший базис, мы получаем, что изоморфизм, который сохраняет скалярное произведение. И на всякий случай скажу, что вот такой базис, в котором матрица скалярное произведение единичная, называется ортонормированным. Значит, связано это с тем, что смотрите, ЕИТ на ЕИТ единичка это то же самое, что длина ЕИТ равняется 1, а ЕИТ на ЕЖТ 0 это означает, что косинус угла между векторами есть 0. Это значит, что угол есть 90 градусов. Ну вот это я как бы формальный, из формальных вещей поясняю, как бы интуицию, почему так называется. А это как бы значит, что как бы векторы под углом 90 градусов, что они ортогональны друг к другу. То есть как бы это вот интуиция от названия. То есть если мы возьмем любой ортонормированный базис здесь и отправим в любой ортонормированный базис здесь, получится изоморфизм, который уважает скалярное произведение. Поэтому любые два евклидовых пространства одной размерности одинаковые. Они устроены одинаково. Если я могу что-то доказать в одном евклидовом пространстве размерности К, это будет верно и в другом евклидовом пространстве размерности К. Спасибо, сосед. У меня тут появился супергерой-человек-сосед. Именно во время семинара. Хорошо. Давайте так. Есть ли сейчас какие-то вопросы? Да, еще раз про переход с скалярным впреждением в конце. Как мы пользовались тем, что там либо один, либо ноль будет? Что-то я в конце не понял. Мы здесь воспользовались только тем, что одни и те же числа получить вот тут. Потому что вот это есть FIT, а вот это есть FGT. А, все, 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 окей. То есть мне главное получить одну и ту же матрицу. А самый простой способ это получить единичную матрицу. Тогда уж точно одинаковые. Поэтому как бы вычислять скалярное впреждение слева и справа – это одно и то же. Теперь смотрите, следующая вещь, которую я хочу сказать. И вот теперь будет объяснение хака. Вот теперь мы знаем все, чтобы делать чудеса. Первый VIP-пример. Школьная плоскость. Что такое школьная плоскость? Школьная плоскость R2 с координатами XY. Это такая штука, в которой скалярное произведение. Это стандартное скалярное произведение. У на V это есть U транспланированное на V. Теперь смотрите. Теперь давайте возьмем произвольное евклидовое пространство. Давайте возьмем, например, в этом евклидовое пространство будет двумерным. Это означает, что вот это нижнее пространство и вот это школьное пространство – они одинаковые. Но тогда смотрите, какая штуковина. Если я возьму теперь какой-то вектор V из моего вот этого двумерного евклидового пространства и скажу, давайте возьмем, у нас есть формальная длина, это вот такая вот штуковина. Во что эта штука переходит при изоморфизме? Вектор V у нас будет соответствовать какому-то вектору на плоскости, а вот это правое выражение, оно превратится просто в длину этого вектора. Потому что это будет корень из суммы квадратов его координат. То есть обычная евклидовая длина, к которой мы привыкли. Если я, например, возьму еще второй вектор U, то при моем изоморфизме он будет соответствовать какому-то тут вектору φU. То тогда, смотрите, если я рассмотрю выражение такое U скалярно на V, вот в моем абстрактном евклидовом пространстве, то оно здесь сверху превратится в φU скалярно на φV относительно нашего школьного скалярного произведения. А для школьного скалярного произведения мы знаем, что оно по модулю не превосходит длина одного вектора на длину другого вектора. Поэтому это автоматически доказывает неравенство Каши Буниковского. То есть оно автоматически, раз это здесь верно, то это и здесь верно. И более того, если мы рассмотрим теперь косинус α, который равен вот этой штуке поделить на вот эту штуку, то у меня получится, что это будет соответствовать чему? Что вот этот угол α будет соответствовать вот этому углу α между вот этими двумя векторами, потому что этот α считается по той же самой формуле, для вот этих векторов. Потому что длина У и длина φ от У – это одна и та же. То есть это равно вот этому при нашем эзоморфизме. То есть это все одно и то же. То есть я хочу сказать следующее, что мы любое двумерное эвклидовое пространство можем отождествиться от школьной плоскости. Тогда длины, которые мы формально задали, превращаются в обычные длины школьной геометрии на плоскости. Углы, которые мы задали между двумя векторами, превращаются в обычный угол, который у нас в школьной геометрии мы знаем. Поэтому все факты, которые мы знаем про длины и углы из школьной геометрии, автоматически работают в любом двумерном эвклидовом пространстве. Это первая вещь. Пока что звучит не очень круто, потому что двумерных эвклидовых пространств не сильно много. Но вот вам вторая часть хака. Если у меня есть произвольное эвклидовое пространство, смотрите что. Давайте, например, скажем следующее, что я, например, хочу доказать какой-то факт. Факт, например, что у меня не нравится треугольника выполняется. Что это значит? Что у меня есть два вектора U и V. Я хочу показать, что длина U плюс V не превосходит длина U плюс длина V. Но тогда смотрите, мой факт, я могу сделать так. Я могу рассмотреть подпространство U, которое содержит U и V, так что размерность этого подпространства будет 2. Потому что у меня всего 2 вектора участвуют в моей формулировке. Раз у меня участвуют два вектора, я их всегда могу поместить в подпространство размерности 2. Ну, самое большое, если они линиями независимы, они порождают двумерное подпространство. И вот этот факт, он на самом деле, мне не важно, что эти векторы живут во всем пространстве V. Мне важно, что они попались в U. А вот уже вот такая штука – это двумерное евклидовое пространство. А оно устроено так же, как и школьное. А в школьном я знаю неравенство треугольника. На геометрии каждый день доказывали. Значит, все вот отсюда следует, что верно неравенство треугольника в любом евклидовом пространстве. Аналогично с теоремой Пифагора. Аналогично со свойствами углов. То есть, например, если у вас получили треугольник с одинаковыми длинами сторон, то вы знаете в школьной геометрии, что все его углы по 60 градусов. А так как треугольник всегда попадает в какое-то двумерное пространство, то у вас автоматически этот факт верен и в любом двумерном евклидовом пространстве. Ну и все, пожалуйста. У вас тогда и в любом евклидовом пространстве, если вы нашли треугольник с тремя одинаковыми сторонами, то у него одинаковые углы по 60 градусов. И поэтому все свойства и вся интуиция, которая у вас есть про объекты из школьной геометрии, она работает в евклидовом пространстве и можно ничего не объяснять. Неравенская Шебуниковская автоматически следует оттуда. Теорема Пифагора автоматически следует оттуда. Аналогично работает со стереометрией. Если у вас какой-то факт зависит от трех векторов, их всегда можно поместить в трехмерное пространство в евклидово. Оно устроено как школьное трехмерное пространство, а там у вас все факты из школьной стереометрии можно привлекать. Вот это главный хак, который объясняет, как строго можно вытаскивать какие-то факты из школьной геометрии и применять ее здесь, а не наоборот. То есть можно идти в обратную сторону, то есть формально все доказывать, и говорить, смотрите, так же, как в школьной геометрии, а можно сказать вот так вот. Из-за того, что у нас есть изоморфизм, и в школьной геометрии мы все знаем, и там все проверено, то вот, пожалуйста, мы можем это использовать и здесь. Давайте так, я вот сейчас объяснил некоторую идею глобальную, как нужно думать про ювклидовое пространство, и эта идея автоматически объясняет, почему вот те формальные понятия длин и углов, они действительно себя ведут как геометрически длинные углы, потому что вот когда вы работаете там с углом между двумя векторами, эти два вектора помещаются в двумерное пространство, которое устроено как школьная плоскость, а тогда эти углы ведут себя как углы на плоскости. Поэтому можно рисовать такие же дурацкие картинки, как вы рисовали в геометрии. Вот кто считает, что он понял идею? Можно, пожалуйста, еще раз финальную часть хака, типа, понятно, вот двумерные вот эти вот все, да, вот что мы в последнем… Имеется в виду вот тут, что произошло? Да, да, да. Смотри, если у тебя есть какое-то безумное большое пространство, V, и вот там у тебя есть какие-то два вектора, V и U, и ты хочешь показать, что у тебя как бы, ну, длина их суммы, вот это есть U плюс V, не превосходит, чем U прибавить V. Ну, то есть надо вот так вот про это думать, да? Неразиство треугольника. Тогда смотри, ты можешь сделать следующее. Ты можешь взять и вместо того, чтобы рассматривать все пространство V, рассмотри подпространство, натянутое на U и на V. Вот пусть предположишь, что они линейно независимы. Тогда возьми линейную оболочку этих двух векторов, если они линейно независимы. U и V. И это уже будет двумерное подпространство. И теперь смотри, у тебя было скалярное произведение на всем пространстве V. Значит, ну, это что значило? Это значило, что ты умел любые векторы из пространства V перемножать скалярно и получать число. Но это значит, в частности, ты любые векторы из желтого подпространства можешь уметь перемножать. То есть, вот это желтое подпространство, это тоже евклидовое пространство. При этом, вот это равенство, которое здесь неравенство, которое ты хочешь доказать, оно формулируется в терминах вот этого скалярного пространства на U, ой, произведения на U. Ну, потому что, как бы, ну, что здесь написано? Это U скалярно на U, из него корень. Это считается только по скалярному произведению и вектору внутри желтого пространства. Вот это тоже считается только по вот этому вектору внутри пространства. И вот этот вектор, он лежит внутри, и поэтому, зная только U и только как устроено скалевое произведение на нем, можно посчитать вот это все выражение. Поэтому, в итоге, доказать вот это неравенство для двух векторов V, это все равно, что доказать это неравенство для векторов V в пространстве U в желтом. А чтобы доказать в желтом, мы желтое можем заменить на изоморфное, а оно уже изоморфно-школьной плоскости. то есть как бы вот это как бы глобальная идея то есть мы можем привлекая изоморфизмы абстрактные вот пользоваться такими хаками отлично значит так теперь давайте пару слов еще скажу значит теперь я хочу пару слов сказать про грамма шмидта ортогональный базис и всякие там разложение проекции так про баб сегодня не успели поговорить значит следующий раз поговорим и смотрите вот теперь когда работаю с евклидовым пространством то у меня вот я говорю что у меня два вектора ортогональные тогда и только тогда когда их скалярное произведение равно нулю опять это факт который зависит от двух векторов и значит как бы что он у меня означает значит что угол между векторами у и в равен 90 градусов то есть у меня на картинке если я хочу вот это хозяйство как-то рисовать значит то у меня вот есть один вектор в так сейчас я только цветами вместе один вектор в другой вектор у и вот штука означает что меня как будет 10 угол 90 градусов и вот я себе могу ровно так это все представляете когда я рассмотрю только плоскость стоящие для этих но на тянут на эти два вектора у меня я увижу прямо тот самый настоящий угол 90 градусов который я ожидаю убить это означает ортогональность теперь смотрите есть такая процедура то есть мы теперь мы то что мы знаем то есть вот если у нас есть ой значит если у меня вот скажем я взял р н и в нем мне задано скалярное произведение как вообще выглядит произвольное скалярное произведение она выглядит так так как это билинельная форма там должно выглядеть вот таким вот образом где матрица b симметрично и матрица b положительно определена что значит что она положительно определена значит чтобы я вот ее диагонализую на просимметричным гауссом у нее получаются на диагонали только положительные числа ну или там критерий сильвестр что все угловые миноры больше нуля то есть по-разному можно проверить но вот и как бы мы знаем что мы знаем что для любого скалярного произведения существует базис в котором его матрица будет единичная это означает что у меня существует обязательно какой-то базис из векторов в один и так далее в н базис р н так что в этом базисе значит матрица скалярного произведения будет единичная значит но как устроен этот базис значит я хочу сказать что если я вот положу эти вектора по столбцам то я и получу матрицу перехода от стандартного боится к моему вот этому новому боится так то есть как бы просто если это стандартный но тогда как связаны исходная матрица которая у меня была для моего скалярного произведения с новой матрицы новая матрица это у меня е значит переход от старой матрицы к новой происходит вот по такому правилу то есть я нашел такую матрицу что вот применяя вот так вот к матрице исходно скалярного произведения получил такую дрянь если я теперь поделюсь слева на c транспонированная справа поделю на c значит и c в минус 1 обозначу за d пусть да это будет c в минус 1 она у меня обратима как матрица перехода то меня получается что матрица b представляется виде d транспонированная на d то есть таким образом у меня произошло следующее что если матрица b задает скалярное произведение то она обязательно представляется в виде произведения д транспонированная на d где d это некоторая обратимая матрица это такая вещь полезная которую надо использовать уметь и как бы ну вот то есть как бы любая то есть мат то есть матрица b получается у меня если матрица б симметричная то b будет положительно определена тогда и только тогда когда b представляется в виде d транспонированная на d мы сейчас доказали стрелку слева направо что если матрица положительно определена то она обязательно представляется в таком виде в обратную сторону это тоже правда почему потому что то что написано здесь справа смотрите что здесь написано если в матрицу d порежу на столбцы пусть это будет же один и так далее же ты-то что тут написано тут написано матрица грамма стандартного скалярного произведения в этом базе то есть ли написано j1 транспонированная j1 и так далее j1 траспонируемой j-н и так далее gxn транспонированное G1, Gn транспонированное Gn. Это матрица стандартного скалярного произведения в биосе G1, Gn. То есть если я в Rn беру стандартное скалярное произведение, то матрица этого скалярного произведения в биосе из толцов D это самая матрица, детранспонированная на D. матрица скалярного произведения в любом байсе, какую ни запиши она будет положительно определена просто по определению скалярного произведения поэтому вот это еще один критерий того, как раскладывается симметричная положительно определенная матрица она обязательно раскладывается вот так, где обратимая матрица это была некоторая классификация скалярных в произведении в РН. Есть ли какие-нибудь вопросы по классификации? Хорошо. Теперь еще одна вещь, которую я хочу сказать. Смотрите, я хочу поговорить про ортогонализацию Грамма-Шмитта. Ортогонализация Грамма-Шмитта. Что это такое? У нас есть векторы E1, E2 и так далее En. Давайте лучше не так. V1. V1, V2 и так далее Vk. Это векторы в евклидовом пространстве. И что мы хотим сделать? Мы хотим получить из них новый набор векторов U1, U2 и так далее Us, так, чтобы их линейная оболочка была такая же, как и у исходных векторов, но при этом все уиты между собой были бы ортогональны. И процедура эта работает так. Смотрите, берем вектор V1. Его же полагаем U1. Потом смотрим на следующий вектор. Вектор V2. V2. И вот V2 мы хотим сделать ортогональным U1. Для этого мы его хотим сдвинуть вдоль V1 вот сюда вот до тех пор, до тех пор, пока он не станет перпендикулярен вектору V1. То есть мы его будем сдвигать на некоторый коэффициент λ и то, что получится, это будет вектор U2. То есть U2 будет выражаться как V2 минус λ V1. И из каких соображений мы подбираем λ, мы подбираем из соображений, чтобы U1 и U2 были ортогональны. То есть U1 и U2 скалярно равнялись нулю. Если сейчас вот этот вектор U2 умножить скалярно на U1, у нас получится U1, U2 скалярно равняется значит U1 V2 Значит давайте здесь единственное не U1, не V1, а U1 поставлю. Это то же самое, что V1, но мне так просто больше нравится, чтобы было. И минус λ U1, U1. Так как левая часть должна быть нулем, мы отсюда видим, что λ должно получаться как U1 на V2 здесь будет U1 на U1. То есть мы можем явно посчитать этот коэффициент и поправить вектор до ортогонального. И тогда у нас получится, что векторы U1 и U2 создают ту же линию на оболочку что V1 и V2, но только они теперь уже под углом 90 градусов. Кто понял, что сейчас произошло? Так совсем плохо. Ребята, а кто сейчас со мной? Кто вообще следит за тем, что происходит? Я просто чтобы понять. Я что-то потерялся немного. Окей, хорошо, тогда давайте я сейчас еще раз тогда проговорю. Смотрите, давайте я сделаю следующее. Я сначала назову процедуру, а потом поясню, почему она работает. Смотрите, вот мы что делаем? У нас есть векторы V1, V2 и так далее VK. Я хочу их ортогонализовать. Идея такая, что геометрически я хочу каждый вектор VIT сделать перпендикулярным всем остальным. Его взять и так угол поменять. И предлагают следующие формулы. U1 сделать равным V1, U2 надо сделать так. Это будет V2 минус значит V2 на U1 делить на U1 на U1 на U1 потом U3 на U3 Ты якоби делаешь? Ты якоби делаешь? Это на самом деле это в сути метод якоби, но для скалярного произведения. Я собственно хотел это замечание сделать, что то, что здесь происходит это метод якоби, но примененный для скалярного произведения. и так далее. То есть у меня вот здесь фигурирует V2 вот здесь фигурирует V3 а вот тут если вы заметите фигурируют всегда векторы новые с предыдущего шага. Надеюсь тоже подчеркнул. То есть я по сути действительно применяю метод якоби, но для нашего скалярного произведения. и вот в евклидовом случае, когда у нас скалярное произведение, а не абы какая белинейная форма, метод якоби, он просто называется процессом ортогонализации грамма-шмита. то есть это ортогонализация грамма-шмита. Здесь самое сложное это запомнить сколько букв M, то есть это фамилия грамм, а не мера веса, точнее мера массы. Вот такая процедура называется процесс ортогонализации грамма-шмита. якоби, якоби как угодно, это абсолютно не важно, кто его как не называет, самое главное, чтобы понимать, что вы делаете. То есть да, в евклидовом мире эта процедура называется процедура ортогонализации грамма-шмита и геометрически она устроена следующим образом. То есть смотрите, что мы сделали. То есть вот был вектор V1, мы его положили равным U1. Дальше если был вектор V2, мы его сдвинули, смотрите, на сейчас я чуть-чуть отвиснет, мы его сдвинули на U1 с каким-то коэффициентом. И на самом деле мы как раз сделали следующее. Мы его сдвинули так, чтобы новый вектор стал ортогонален V1. После чего мы рассмотрели какой-то вектор V3. Его мы уже сдвигаем вдоль вектора U2 и вдоль U1. И в итоге получаем вектор, который ортогонален всем предыдущим. И получаем вектор U3. И так далее. То есть у нас получается такая процедура, что мы раздвигаем, то есть у нас были векторы, которые лежали как попало, а мы углы между ними просто раздвигаем. И единственная проблема, которая могла оказаться в такой процедуре, например, что если вектор V3 лежал в плоскости V1 и V2, то после такой сдвижки он сдвинется в ноль. И U3 превратится в ноль. В таком случае надо просто его пропустить и взять V4 в качестве U3, ну и пропускать до тех пор, пока новый вектор U не получится ненулевым. Поэтому вообще говоря, на выходе после такой процедуры последность векторов может оказаться короче, чем исходная последовательность. Вот это была процедура ортогонализации Грамма-Шмидта. Ребята, вот слышен на заднем фоне шум? Ну да, но он не мешает на самом деле. Понятно, просто проблема в том, что тебе это говнище на записи просто вылезет и это будет невозможно смотреть. Спасибо тебе, супергерой, человек-сосед. Да, я вот смотрю, что время семинара уже вышло, но вот я, наверное, одну только вещь не успел рассказать за сегодня. Расскажу тогда и в следующий раз. это про разложение пространства в прямую сумму ортогональных подпространств. И более, ну, какие-то вещи там про нераз треугольник, теремки Фагора с последней лекции я успел сегодня рассказать мега крутыми методами и считаю, что это хорошее достижение. Поэтому я как бы очень так неравномерно покрыл то, что у Ромы было. То есть часть каких-то тем с последней лекции, часть с последней. Вот давайте так, вот есть ли сейчас какие-то вопросы на этом этапе? Нужно ли мне что-то повторить или пояснить? Окей, тогда на этом, ребят, все. Тогда всем удачи. Подожди, Дима, а вот вопрос такой. Почему ты сказал, что вообще может быть такое, что какой-то из векторов, которые мы получим у, ну, какой-то уитый, он будет равным, станет равным нулю после ортогонализации? У нас же по идее. Сейчас нет. Это работает только тогда, когда у нас в, не базис. Да? Вот так вот. А если в базис, то, а я здесь не говорил, что в это базис, в это произвольная система векторов. А, окей. Просто если вы не базис, то как бы может оказаться, что там кит были линейно-зависимы. Да, понятно. Хорошо. Еще, может, вопрос? Ну, тогда на этом действительно все. Всем удачи, ребят. Пока. 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 Пока.